Всем привет дорогие друзья и приятного просмотра. Слово змея у множества людей связывается с ужасными ядовитыми змеями, укус которых гарантированно способен отправить человека в могилу. На самом же деле, относительно небольшая часть обитающих на земле змей являются ядовитыми. Это примерно около 400 видов. В большинстве случаев укус змеи ограничивается различными расстройствами, наподобие временного головокружения, тошноты, лихорадки и тому подобных явлений, которые к тому же достаточно быстро проходят. Исключением является разве что австралийский континент, где обитает больше ядовитых змей, чем на любом другом континенте. Причем это практически одни чемпионы ядовитости. Казалось бы, положение ужасное, однако даже в Австралии с ее змеиностью смертельные укусы случаются крайне редко. Надо сказать, что ядовитая змея, как и не ядовитая, это охотник, а не убийца. Человек не более интересен для змеи, чем для собаки кит. Все, что змея не способна съесть, не представляет для нее никакого интереса. Однако даже если она пошла в атаку, следует помнить, что опять-таки яд для змеи это инструмент охоты на ту дичь, которую она способна заглотить. А поскольку даже крупные змеи животные размером с человека не по зубам, вернее не по нутру, то в процессе их эволюции выработались такие формы яда, которые способны убить именно животное посильных для змеи размеров. Поэтому в большинстве случаев укус ядовитой змеи относительно безопасен, особенно для взрослого человека. Силу змейного яда измеряют в специально ядовитых единицах – DL50. Этот странный термин происходит от латинского словосочетания «смертельная доза» по латыни «dosis letalis». И самым токсичным на сегодняшний день является яд, владелицей которого является австралийская тигровая змея. Рептилии обладают достаточно многофункциональным ядом, который является могучим средством как для ведения оборонительных действий и не менее мощным средством добывания пищи. Благодаря яду змея способна справиться даже с достаточно крупной добычей. И если добыча все же сумеет вырваться из змеиной пасти, далеко уйти ей уже не удастся. Укушенное ядовитой змеей животное, по сути, уже обречено. Действие яда неумолимо, как сама смерть. И знающая эта рептилия совершенно спокойно подождать несколько минут, а затем спокойно подползти к своей жертве и проглотить ее. Змеи обладают специальным аппаратом, который позволяет им вводить в тело жертвы свой яд. Состоит аппарат из пары ядовитых зубов и ядовитой железы. Ядовитые зубы имеют специальную бороздку и находящиеся возле острой вершины отверстия. Именно через это отверстие яд и попадает в тело жертвы. Следует отметить, что ужеобразные являются самым большим змейным семейством, которое объединяет более чем 60% всех видов змей. Поскольку ужеобразные змеи имеют очень глубокое расположение ядовитых зубов, они не способны нанести человеку смертоносный укус. Имеющийся яд они способны впрыснуть только жертве, уже находящейся у них во рту. Другая группа смертельно опасных змей обладает ядовитыми зубами, расположенными на переднем крае верхней челюстной кости. К данной группе относятся наиболее опасные ядовитые змеи, такие как щитомордники, гадюки, аспиды и кобры. Наиболее сложное устройство ядовитых зубов имеют гадюковые змеи. Гадюки в самом деле представляют собой кульминацию змеиной эволюции, обладая целым рядом признаков, которых нет ни в одном другом змейном семействе. Неудивительно, что именно у них наблюдается и самое совершенное строение ядовитого аппарата. Ядовитые зубы гадюковых похожи на направленные клыки, которые способны совершать повороты, как бы складываясь внутрь пасти. В обычном положении рта, с которым гадюка проводит большую часть жизни, ядовитые клыки уложены во рту острием назад. Когда же змея переходит к агрессивным действиям и широко раскрывает рот, намереваясь нанести укус, ее клыки разворачиваются на 90 градусов, принимая боевое положение. После того, как укус сделан, клыки снова складываются. За счет такого перочинного устройства змеи из семейства гадюковых отрастили в процессе эволюции невероятно длинные клыки, которые при неподвижном устройстве просто не смогли бы поместиться у них в пасти. У некоторых видов змей, входящих в семейство гадюковых, длина ядовитых клыков настолько велика, что может достичь длины 4 сантиметров. Такие клыки пробивают даже шкуру крупного зверя и подошвы сапог. Надо сказать, что свой укус гадюка наносит совсем не так, как это делают, например, представители семейства кошачьих, которые просто сжимают челюсти. Сделать это она не сможет по чисто механическим причинам, ей помешают очень длинные клыки. Вместо этого змея просто наносит очень сильный удар верхней челюстью по телу своей жертвы. Благодаря тому, что сила змейного удара чрезвычайно велика, клыки пронзают кожу. При таком укусе, если его вообще можно назвать укусом, нижняя челюсть змеи может вообще не касаться тела жертвы. Кроме того, гадюковые змеи способны производить большее количество яда, чем другие змеи. Именно благодаря огромным ядовитым железам, их головы имеют характерную треугольную форму, которая отличает гадюковых от большинства других змей. Яд гадюки содержит целый ряд компонентов и зачастую воздействует на кровеносные сосуды и на кровь, вызывая гемофилию, разрушение тканей. Воздействие их яда может привести к болезни и даже к смертельному исходу. Что же касается устройства ядовитого аппарата других ядовитых змей, таких как например кобры, то у них имеющие трубчатые устройства ядовитые зубы закреплены неподвижно и поэтому достаточно короткие. Притом их клыки намного прочнее, чем длинные клыки гадюковых, но в силу того, что яд таких змей вводится неглубоко, чтобы добиться нужного эффекта ей приходится кусать свою добычу уже несколько раз подряд. Таким образом, с помощью серии укусов в тело жертвы вводится большее количество яда. До недавних пор во всем мире каждый год жертвами укусов ядовитых змей становилось около полумиллиона человек. Основная масса погибших приходилась на страны Африки и Австралии, и в заметно меньшей степени на Азию, Северную и Южную Америку. Число погибших от укусов ядовитых змей в Европе и России всегда было незначительным. Это объясняется тем, что основная масса ядовитых змей обитает в странах с тропическим климатом. На эти страны и приходилось абсолютное большинство погибших. Для примера можно привести Бразилию, где относительно недавно от укусов ядовитых змей каждый год погибало около 3000 человек. Для сравнения, на территории Европы за тот же период смерти от укусов ядовитых змей были единичными. Когда же в медицинскую практику вошли в противозмеиные сыворотки, число смертей, вызванных укусами ядовитых змей, значительно сократилось. И в настоящее время они составляют не более 10 тысяч человек в год, что в 50 раз меньше, чем раньше. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного. Всем пока и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok